Мы начинаем нашу сегодняшнюю прогулку с театра Марцелла. Многие туристы не доходят сюда и любуются театром с высоты Капиталистского холма, не подозревая, что здесь много интересного. А многие даже не знают, что театр Марцелла был построен почти на сто лет раньше, чем Колизей, и часто его называют старшим братом Колизея. Его строительство начал Юлий Цезарь, а завершил первый император «Октавиан Август». Театр Марцелла был один из четырех античных римских театров. Сначала он выполнял свою прямую роль, здесь проходили театрализованные и музыкальные представления. Потом он пострадал от пожара, землетрясения. Было время, когда театр Марцелла был оборонительным сооружением и дворцом нескольких влиятельных аристократических семей Рима. В средние века арки театра сдавали в аренду, так как здесь находился рыбный рынок, а с другой стороны варварски разбирали театр по блокам, которые потом использовали при строительстве моста. Также в средние века в целях экономии стройматериала к античным постройкам всегда что-то пристраивали. Но при правлении Муссолини все средневековые пристройки к театру были снесены. Таким образом театр очистили от пристроек и отреставрировали. Вот таким мы сейчас его и видим. Об этом я уже много раз рассказывала, но пройти мимо театра не могу. Так и хочется снять для вас видео. А сколько легенд придумано о театре. И сегодня я расскажу вам одну из них. Театр назван в честь племянника Октавиана Августа Марцелла, который любил театр, но, к сожалению, очень рано умер. А Октавиан Август возлагал на него большие надежды и даже хотел передать свой престол. Так вот в средние века родилась легенда о сокровищах императора, который решил никому их не отдавать, а просто припрятал. И так началось все в 999 году, когда папа Григорий V был в возрасте и часто болел. И все боялись, что в преддверии тысячного года он умрет. Предсказывали, что этот год принесет много бед и страданий. Люди верили в предсказания, и чтобы немного обогатиться, отовсюду начали съезжаться в Рим, чтобы вывести из Рима мрамор, бронзу и, конечно же, найти клад Октавиана Августа. Говорили, что там очень много золота. Но найдет клад тот, кто продаст душу дьяволу. После смерти Григория V был выбран другой папа, который взял имя Сильвестр II. По городу поползли слухи, что это был главный охотник за сокровищами Октавиана Августа. Говорили, что когда он приехал в Рим, то уже продал душу дьяволу за сокровища, поэтому так быстро стал папой римским. Чуть раньше будущий папа римский встретил девушку удивительной красоты по имени Меридиана. Она обещала ему богатство и свои магические услуги, если тот согласится быть с ней. Гебберт поддался соблазну и каждую ночь был вместе с Меридианой. Гебберт – это было настоящее имя папы. Он был молодым, грамотным и способным к учебе человеком. Может быть, поэтому его и выбрали папой, чтобы помочь людям пережить страх перед тяжелым годом, пророчущим беды. Но многие думали по-другому. Где-то здесь недалеко стояла огромная статуя с вытянутой рукой и указательным пальцем, и на лбу статуи было написано «Ударь здесь». Все били, но ничего не происходило. Гебберт же как будто знал. Пришел к статуе в полночь, поставил на земле метку от тени пальца и нашел вход, где хранились сокровища. Зашел туда, а там сидели стражники, которые ничего не дали вынести. Видимо, не все секреты дьявол ему рассказал. Так и ушел Гебберт без сокровищ. Уже будучи папой, Сильвестр II сильно заболел и думал, что умрет. К нему пришла Меридиана и сказала, что он не умрет до тех пор, пока не отслужит мессу в храме Креста Иерусалимского. Сильвестр II отменил паломничество в Иерусалим и успокоился. Но тут есть свое «но». В Риме есть церковь Санта Кроча Ин Джерусалем, что значит церковь Святого Креста в Иерусалиме. И вот однажды папа Сильвестр II, служа службой в этой церкви, в толпе увидел Меридиану. Она приближалась к папе и превращалась в монстра. И тут папа вспомнил, что церковь стоит на земле, которую святая Елена привезла из Иерусалима. Он понял, что обречен и вскоре после этого смертельно заболел. Вот так дьявол строил козни такому умному и мудрому человеку, как Сильвестр II. Но даже он не знал, что договориться с дьяволом не так-то просто. Сильвестр II похоронен в римской церкви Сан-Дживани Ин Летерану. И на его мраморном надгробии написаны ужасные слова. Но это уже другая история, которую расскажу в одном из следующих видео. А про клад до сих пор рассказывают легенды. Кто знает, нашел его кто-нибудь или нет? Ну а мы пойдем дальше. Я направляюсь к Капитолийскому холму, который в древние времена был неприступным утесом. Справа находится Торпейская скала, откуда сбрасывали преступников. Раньше с этой стороны подъемов не было. Сейчас же на Капитолийский холм мы можем подняться со всех сторон. Но самый красивый подъем все-таки здесь. Слева высокая и крутая лестница, ведущая к Храму Небесному. Эта лестница обладает чудотворными свойствами. Женщины поднимались на коленях, прося у Девы Марии мужа или ребенка. На самом верху находится одна из прекраснейших церквей Рима. Церковь Девы Марии на алтаре Небес. Эта церковь была построена на месте языческого храма. С двух сторон от лестницы, ведущей на Капитолийский холм, находятся два фонтана, сделанные из базальтовых фигур львов. Эти львы тоже из храма Исиды. Когда львов обнаружили среди руин храма, первоначально эти фигуры поставили у входа в церковь Санта Стефано Дель Какко. Именно там находился храм Исиды. Помните из прошлого видео? Потом их перенесли для украшения этой лестницы. Мы поднимаемся на пьяцца Дель Кампидойо или Капитолийскую площадь. Она была создана, как и лестница по проекту Микеланджело. На холме мы видим огромные статуи братьев Диаскуров. Эти статуи, как и многие другие, были найдены при раскопках и считаются античными. В Риме с древних времен Диаскуров считали как идеальных представителей воинской доблести. Огромные статуи братьев Диаскуров установлены также и на Кверинальском холме, и на форуме сохранились развалины храма Диаскуров. Братья встречают всех, кто поднимается на Капитолийский холм. У дворца сенаторов в центре находится богиня Рима, а по бокам аллегории рек Нила и Тибра. Рисунок же на площади был сделан только при Муссолини, но по проекту Микеланджело. У этого рисунка очень интересная история. Многие говорят, что он напоминает камень, который называют пуп земли. А это значит, что здесь центр мира. На монете 50 центов можно увидеть тот же рисунок. А в центре рисунка находится копия конной статуи Марка Аврелия. Посмотрите, какие прекрасные виды открываются с Капитолийского холма. Сокровища в Риме на каждом шагу. Каждый по-своему понимает слово сокровище. Ведь это не только деньги и золото. Это может быть собрание шедевров, которое, например, было закрыто в подвале более 50 лет и было покрыто пылью и паутинами. Дорогие друзья, я приглашаю вас сегодня полюбоваться этим сокровищем. В Риме проходит выставка «Мрамор Торлонии. Собрание шедевров». Более 90 произведений, отобранных из 620 мраморных статуй, представлены на выставке из коллекции семьи Торлонии – самой престижной частной коллекции древних скульптур. Переговоры о выставке шли очень долго. Меж тем, скульптуры более 50 лет находились в подвале особняка. Семья Торлония собирала эту коллекцию около двух веков. В связи с пандемией осмотр залов ограничен до одного часа. Но здесь не так подгоняют, как на выставке Рафаэля. Там было вообще жестко. По звонку зашел в зал и через 5 минут по звонку вышел. Здесь более спокойно. Выставка разделена на 5 частей и 14 залов. В коллекцию входят бюсты, статуи, барельефы и саркофаги. Эту коллекцию семья Торлония собирала почти два века. Что-то было приобретено у обедневших и разорившихся аристократов. Что-то было найдено во время строительства на собственных землях не только в Риме, но и в пригороде. Сколько всего интересного находится под землей вечного города. Вы только представьте, что эта коллекция является самой большой частной коллекцией античного искусства в мире. В 19 веке коллекция находилась в особняке на улице Лунгара в районе Трастевери. Это был частный музей, и видеть эту уникальную коллекцию могли только избранные и ученые. В 20 веке дворец, в котором находился музей, закрыли якобы для ремонта крыши. Но прошла полная перепланировка, и для коллекции места уже не было. Ее отправили в подвал виллы Альбани, которая тоже принадлежала семье Торлония. Коллекция находилась в темном подвале почти 50 лет. Но сколько пришлось провести работы перед открытием этой выставки? Ведь коллекция находилась в подвале, и шедевры стояли очень близко друг к другу. Многие скульптуры пришлось восстанавливать. Главным спонсором выставки стала ювелирная компания Булгари. Когда открылась выставка, ученые, которые долгое время не имели доступа к коллекции, говорили, что они изучали скульптуры по книге. А в это время коллекция пылилась в подвале. Какое же счастье было для них, да и для нас, увидеть вживую эту уникальную коллекцию. Мне кажется, что она может смело конкурировать с античной коллекцией в музеях Ватикана. А вы как думаете? В первых залах, где мы сейчас находимся, выставлены скульптуры, найденные при раскопках на землях, принадлежащих семье Торлонии, которые находятся в окрестностях Рима и в Риме. Так пополнялась коллекция семьи. Раскопки проходили в XIX веке. В третьем, четвертом и пятом зале собраны скульптуры, приобретенные из коллекции Альбани и из мастерской известного скульптора-реставратора Бартоломео Кавасепи. Скульптуры после его смерти хранились в его мастерской на Вео-дель-Бабуино. Замечательная скульптура Нила. Она может смело конкурировать по красоте со скульптурой, которая находится в музеях Ватикана. Кариотида. Обычно такие статуи заменяли колонну или поддерживали что-то. Такие статуи использовали как архитектурный декор. Еще один царкофаг. Скульптура воинов. Интересно не только рассматривать скульптуры, но и знать их сюжет. Улис и его товарищи сидели в пещере. И тут вошли овцы, а за ними появился полифем, который взял огромный камень и загородил им вход в пещеру. Обнаружив в пещере людей, циклоп протянул свою огромную руку, схватил двух моряков и тут же проглотил их. Надо было как-то спасаться. Сначала моряки хотели убить его, но потом подумали, что не смогут отодвинуть камень, который закрывал вход. Тогда Улис придумал хитрый план. Наступило утро. Великан встал, отодвинул камень, освободив проход. Овцы двинулись к выходу. Когда вся Атара покинула пещеру, он снова загородил вход, чтобы пленники не смогли убежать, и погнал овец на пастбище. Во время его отсутствия Улис и его спутники нашли в пещере огромную дубину и заточили ее. Когда Полифем вернулся, загнал в пещеру овец, задвинул камень, съел двух моряков и лег спать. Тогда Улис нагрел острый конец дубинки над огнем и воткнул ее в единственный глаз Полифема. Полифем провел ночь в муках от боли, а когда утром овцы разбудили его, он на ощупь подоил их и должен был везти на пастбище. Чтобы пленники не сбежали, он открыл выход только наполовину и выпускал животных по одному, проводя рукой по их спине, чтобы проверить, не усилились ли пленники на них верхом. Пленники же были хитрее, они вцепились в шерсть на животе баранов и с помощью этой хитрости сумели выбраться из пещеры. Начиная с этого зала, с шестого, в шестом, седьмом, восьмом и девятых залах находятся скульптуры из собрания Джустиниани. Коллекция Джустиниани была собрана в 17 веке. Банкир Винченцо Джустиниани был очень изысканным коллекционером, знаток искусства и автор работ о живописи и скульптуре. В своем римском дворце он выставлял свою великолепную коллекцию. После смерти Джустиниани осталась большая коллекция – 300 картин, 15 из которых только Караваджо, и более 1200 скульптур. Самую ценную часть скульптуры с коллекцией Джустиниани приобрел Джованни Торлони. Это то, что мы видим сейчас на этой выставке. Хочется надолго остановиться у каждого бюста скульптуры, поймать взгляд, смотреться в каждую морщинку, в детали одежды и, конечно же, вспомнить истории этих персонажей. Ведь они так знакомы нам. Я показываю медленно, для того, чтобы вы могли все рассмотреть. Очень жаль, что такие прекрасные выставки проходят в такое тяжелое время, когда даже при всем желании невозможно посетить их. Статуи прекрасных Афродит. Голову этой статуи в XVI веке реставрировал Пьетро Бернини, отец знаменитого Джан-Лоренцо Бернини. Узнали Исиду по узлу? В прошлом видео я рассказывала вам о храме Исиды и о мадам Лукреции. В прошлом видео я рассказывала вам о храме Исиды. Голова медузы Рондонини. В наше время эта медуза стала эмблемой модного дома Версачи. Статуя Мелиагра. А легенда была такой. Однажды отец героя Мелиагра навлек на себя гнев великой богини Артемиды. Празднуя сбор плодов в своих садах и виноградниках, он приносил богатые жертвы богам, и только одной Артемиде не принес он жертвы. Покарала за это Артемида Ойнея. Она послала на страну огромного кабана. Свирепый кабан своими чудовищными клыками вырывал с корнями целые деревья и уничтожал виноградники. Кабан не щадила людей, если попадались они ему на пути. Тогда сын Ойнея, Мелиагр, видя, что происходит, решил убить кабана. Он собрал на эту опасную охоту многих героев Греции. Началась охота. Собаки гнали кабана, а каждый из охотников спешил поразить кабана своим копьем, но смертельный удар кабану нанес Мелиагр. Кому же присудить награду, много героев участвовало в охоте. Возник спор из-за награды. А богиня Артемида гневалась на Мелиагра за то, что он убил ее кабана, и еще сильнее рассердилась на них. Великолепный и прекрасный сатир. Этой скульптурой я всегда любовалась, когда была на вилле Торлония. Редко кто из туристов доходит до этой виллы. Когда я стояла возле этой статуи, у меня мелькнула мысль, что она напоминает козу Амалфея, выполненную юным Бернини. Но каково же было удивление, когда я узнала, что эту прекрасную козочку из коллекции семьи Торлония реставрировал сам Джан Лоренцо Бернини. В Риме находится самая большая коллекция работ Бернини. И все работы я видела. Может быть, поэтому я почувствовала и узнала руку мастера. Я в полном восторге от того, что смогла увидеть на этой выставке. Богатство и разнообразие работ целиком погружают нас в древнее искусство. Настоящее искусство. Оно бессмертно и универсально. Я слышала, что после выставки в Риме эта выставка отправится в мировое турне. Даты и маршруты пока неизвестны. Но зато, когда шедевры вернутся в Рим, то планируют открыть отдельный, постоянный музей для этой коллекции. На этом наше знакомство с замечательной коллекцией семьи Турлония заканчивается. Я, конечно, показала не все, но большую часть скульптур, представленную на выставке. Простите за мой больной голос. Немного подлечусь и начну монтировать новое видео для вас. Дорогие друзья, большое вам всем спасибо за поддержку. И до новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok